Герои обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны, основные даты периода обороны, памятники бойцам, павшим защищая наш город. Все эти вопросы должны были знать участники викторины, севастопольские шестиклассники. К первому этапу конкурса на лучший класс ребята специально готовились несколько недель. Изучали книгу Екатерины Борисовны Алтабаевой «Город, достойный поклонения. Севастополь в Великой Отечественной войне». «Мы должны знать о нашем городе, о его историях, что было, кто участвовал в этой обороне и штурмах. Это довольно-таки очень интересно. Кто командовал, какие батареи у нас есть». «Очень важно знать имена героев, которые освободили Севастополь от врагов. Они очень старались для нас. И каждый день надо вспоминать их имена и помнить, и гордиться ими». Команды по пять человек из 36 севастопольских школ отвечали на непростые вопросы всего за несколько минут. Узнать памятник по фотографии, отгадать, кому принадлежит радиограмма периода второй героической обороны города, под силу далеко не каждому взрослому. Но школьники уверенно шли к победе, зарабатывая очки в общий зачёт на звание лучшего севастопольского класса. «Самое интересное – это было про радиограмму, где надо было узнать, о ком идёт речь, кто-то человек, дату этой радиограммы и ответить на вопрос». «У нас получилось максимальное количество баллов». «Кто был?» «Был Пьянзин Иван, который командовал 365-й зенитной батареей». «Мы очень хотим заявлять титул лучшего класса года, потому что наша школа действительно достойна этого звания». Итоги первого этапа ребята узнали сразу. Ведь его цель – не только набрать как можно больше очков в копилку класса, но и сплотить его. «Формируется чувство товарищества, коллективизма. Дети хотят помочь друг другу для того, чтобы класс выиграл. Важно, чтобы приняли правильное решение, чтобы это было не субъективно, мне ни одного какого-то ученика, а всех вместе. Поэтому эта командная форма соревнования очень важна, я считаю». «По-первых, это весело. Они многому научатся и раскрывают себе свои личные таланты вместе. И идут к победе, к одной цели – поддерживают друг друга. Даже из своего опыта я знаю, что это большой. Плюс ты сам находишь, как лучше преподать ту или иную информацию, тебе помогает. И команда, которая сплотилась, это команда, которая готова победить всех. И все. Она готова достичь своей цели, особенно если каждый человек вносит свой вклад». Впереди у школьников еще несколько этапов конкурса, участвовать в которых будут и сами ребята, и учителя, и даже родители. Самый классный севастопольский класс выберут в феврале. Надежда Староверова, Дмитрий Релека, Севинформбюро.